Почему и как этот парень в 16 лет с весом 59 килограммов тянет 202 килограмма? Посмотрев на такое, у некоторых может возникнуть в голове, а что я вообще делаю в спортзале? Подождите, этого подростка зовут Кайлер Волом, и он уже давно не подросток. Сейчас он тянет 431 килограмм, что почти в 4,5 раза больше, чем его собственный вес. Давайте сравним его с Брайаном Шоу, человек с весом 200 килограммов, которого 4 раза признавали сильнейшим человеком в мире. Он тянет меньше, чем Кайлер, 400 килограммов. И таких чудес, когда легкий атлет поднимает гигантские веса, вы можете найти множество. Вот, пожалуйста, парень с весом 70 килограммов, жмет лежа 186 килограммов. Каким образом это вообще все происходит? Почему эти ребята не огромные? Почему их мышцы не огромные, если они жмут и тянут такие веса? Всегда ли большие мышцы означают большую силу? Ну вот, вы сами можете убедиться, что нет. Факторов много, это все зависит от генетических особенностей. Вот, кстати, отличная статья на тему, по которой я это видео и сделал, собственно. Итак, во-первых, мышечные волокна. Они могут обладать разным потенциалом к силовому усилию. Интересное наблюдение из исследования выше состояло в том, что чем больше были мышцы, тем меньше была их относительная сила. То есть, размер мышц давал их абсолютную силу, но не относительную, относительный их размер. Вернусь к генетике. Влияет все. Длина конечностей, размер мышечного брюшка, длина сухожилий, места крепления сухожилий. Например, человеку с длинными руками намного проще тянуть, потому что резко, во-первых, сокращается амплитуда, во-вторых, он более прямо стоит. Намного проще. Если у вас длинные руки, тянуть вам намного проще. Вот по этим всем причинам я всегда всем и говорю. Не надо смотреть и сравнивать себя с другими. Смотрите на себя вчерашнего. Закончу видео словами того подростка, который уже не подросток. Не волнуйтесь о том, чтобы быть сильнейшим. Волнуйтесь о том, чтобы быть сильнее.